Друзья, всем привет! Сегодня немножечко поговорим про теоретическую часть материала об авторизации и аутентификации. И в частности мы поговорим про OS 2.0 и OpenID Connect. Итак, что это такое и с чем ее едят? Ну, во-первых, если прочитать описание в Википедии, то, на мой взгляд, там не совсем понятно и даже, может быть, не до конца описано понятие OS 2.0, что это такое. А если учесть, что OpenID является надстройкой на OS 2.0, то непонятности, мне кажется, добавляется. Итак, давайте разбираться. Есть четыре основных игрока, так сказать, ключевых понятия в концепции OS 2.0. Есть ресурс Owner. Это владелец ресурсов, в частности, это пользователь, который владеет какими-то ресурсами. Например, есть, допустим, у вас Facebook или ВКонтакте или еще какая-нибудь соцсеть. И у вас там есть материалы, ну, например, фотографии, статьи, заметки, еще что-то, список друзей, в конце концов. Это является вашими ресурсами. И вы владелец этих ресурсов. Есть такое понятие, как клиент. Это программа, это приложение, это веб, это SPA, это Android, в конце концов, какой-нибудь аппликейшн, приложение, которым вы собираетесь воспользоваться. Есть авторизейшн сервер. Авторизейшн сервер, в данном случае мы говорили про Facebook, то у авторизейшн сервера есть свой Facebook. Ой, у Facebook есть свой авторизейшн сервер, прошу прощения. Что если говорить, допустим, про Google, у Google есть свой авторизейшн сервер. Ну, есть такое понятие, как identity сервер, который является открытым кодом сервера авторизации, который вы можете использовать в своей микросервисной, например, архитектуре, ну, или там дома, я не знаю. И, в общем, еще один немаловажный ресурс, это вот как раз ресурс сервер. Это как раз, можно сказать, что если у Facebook есть свой сервер, да, авторизации, то то, где валяются данные, вот ваши там файлы, картинки, статьи, там список друзей, это как раз вот ресурс сервер как раз вот этой вот и содержит. То есть, грубо говоря, можно сказать следующее. Да, спасибо. Можно сказать следующее. У Facebook есть свой сервис авторизации, у Google есть свой сервис авторизации, у Twitter есть свой сервис авторизации, даже у GitHub есть свой сервис авторизации. В общем, есть набор статей, как сделать свой... ой, набор видеороликов, как сделать свой собственный сервис авторизации в концепции, например, микросервисной архитектуры. И смотрите, и если будут вопросы, спрашивайте, но мы пока снова вернемся к теории. Итак, три четыре ключевых момента, которые, собственно говоря, имеют какие-то дополнительные понятия. Вспомогательные, так сказать, есть Access Token, есть ID Token, есть Refresh Token. Речь идет, конечно, о токенах, есть еще некоторые мелочи, но мы про них говорить пока не будем. Я хочу максимально просто донести информацию, то есть упростив ее до невозможности, чтобы было понятно, как это работает. Есть такое понятие абстрактный протокол, ну вот процесс, да, то есть как протокол этот работает, ОС-2.0. Итак, мы говорили, что есть ресурс-центр, ресурс-овнер, у нас есть клиент, есть authorization-сервер и, собственно, ресурс-сервер. Итак, что происходит? Давайте сейчас пока абстрагируемся от конкретных названий конкретных сайтов и приложений. Мы предполагаем теперь, что у нас это все работает по такому принципу, как сейчас я буду показывать. Есть пользователь, который делает реквест на какой-то клиент. Неважно какой, ну хотя они были выше перечислены. Этот клиент, вместо того, чтобы спросить логин, пароль этого пользователя, у него есть настройка отправлять этот запрос для этого самого логина, пароля, да, который пользователь хочет получить доступ на сервер авторизации. Сервер авторизации, понимая, что от него хотят, один из типов авторизации я пишу, ну то есть я пишу все типы, но мы сейчас описываем конкретный флоу, да, такой простой, абстрактный. Итак, authorization-сервер, в зависимости от того, какой тип авторизации от него просят, например, делает запрос на клиента, то есть передиректит его на форму логина, где пользователь вручную вводит свой логин и пароль, отправляет на сервис авторизации. Сервис авторизации проверяет наличие пользователя, говорит, да, вот у меня такой есть, и отправляет клиенту код. Ну, я нарисовал ключ, теоретически это, ну, на самом деле, разные есть типы авторизации, но мы будем говорить, что это какой-то ключ отправляется, да, пусть даже authorization, access token. И потом клиентская программа берет этот токен, подставляет его в свой запрос, и отправляет запрос на ресурс-сервер. После этого ресурс-сервер отправляет данные пользователя, ну, например, там список пользователей, или список друзей, да. Это такой абстрактный уровень, он, конечно, намного сложнее, и о нем нужно говорить конкретнее, потому что разных типов бывает много, и в том числе и back-level, и front-level, и они все имеют свои нюансы. Но теоретически это работает вот таким вот образом. Другое дело, что OpenID Connect, как вы видите, он отправляет еще, то есть это надстройка, да, это дополнительный токен, тот самый ID-токен, о которых речь шла. И если говорить, давайте я вернусь назад, и если говорить об access token, то access token это как раз тот самый ключ, который позволяет получить доступ к удаленным ресурсам. ID-токен это информация о пользователе. Она обычно присылается на тот сервер, на который она, так, сейчас не буду врать, этот ID-токен, он приходит вместе с access token, и хранится на том ресурсе, где вы авторизуетесь как пользователь. То есть ID-токен позволяет получить через этот самый токен большую информацию с identity server или сервиса авторизации об этом пользователе. Access token используется для обращения к другим удаленным ресурсам этого самого же пользователя. Refresh token это тоже своего рода тот же самый стринг, тот же самый шифрованный, но более мелкий, можно сказать. И он используется для обновления access token, то есть без участия пользователя. Итак, давайте еще раз я долистаю до этого самого токена. И вот в общем OpenID, как вы видите, вот эта вот надстройка, это и есть OpenID, это набор правил для реализации пользовательских данных и авторизации именно пользователя. То есть ID-токен, он как бы является частью OpenID-connect, и при запросе именно OpenID-connect на сервер авторизации возвращается два токена, и ID-токен, и access-токен. Ну и как я уже говорил, access-токен, он недолговечный, он живет по спецификации порядка часа, то есть 60 минут, и после этого он является недействительным. Вы, конечно же, можете изменить время жизни токена, но тогда при истечении этого токена пользователь будет снова перенаправлен на систему авторизации, то есть на страницу ввода логин и пароля. И, в общем, если в течение часа пользователь будет постоянно задавать вопросы о серверах авторизации, то это, наверное, сильно устанет. Refresh-токен дает возможность использовать автоматическую регистрацию пользователя по истечению токена, то есть рефрешить, да, обновлять этот токен, access-токен я имею в виду, чтобы могли пользователи, невзирая на то, что токен истек, просто переполучают новую где-то в фоне, да, это обычно реализуется самими программистами, это не автоматическая операция, рефреш-токены это отдельный запрос, вот, но пользователь об этом ничего не знает. Ну, и, в общем, если уж говорил про типа авторизации, их на самом деле 4, да, можно выделить, ну, не считая там некоторых нюансов, да, которые там, например, межбанковские вот эти вот коды общения, они там кастомные, да, их можно там унифицировать в сторону, вот, непосредственных сфер каких-то там деятельностей более серьезных по защищенности, по безопасности. Ну, основных 4. Авторизейшн код, имплисит, клиент креденшал, клиент креденшал и ресурс овнер пасфорд. Смотрите, авторизейшн код, он самый распространенный. Как раз, вот, схема в абстрактного, он примерно так работает, за исключением того, что identity server на запрос пользователя, на запрос клиента возвращает не сам access token, а именно код для его генерации. Это так называемый back-level, да, если хотите, протокол, то есть то, что приходит на бэкэнде. И клиент, когда получил этот код, авторизованный identity server с разрешения пользователя, ну, пользователей, да, то есть ресурс овнера, вот этот код используется для получения токена последующих запросов, то есть, ну, такая сложная, flow, потому и flow, что много всяких разных запросов. Implicit подход используется на, например, JavaScript приложения, да, то есть когда нету бэкэнда, когда в ответ вам приходит конкретный токен, access token, да. Клайент креденшал, в свою очередь, говорит о том, что это такой, ну, не сказать, низкоуровневый, это такой самый простой способ общения, он еще называется машин-то-машин, да, то или там сервис-то-сервис, если хотите. Когда заводится клиент-айди, клиент-секрет, и, грубо говоря, это логин-пароль, который летят на сервис, авторизуется и возвращается уже готовым токеном, который может общаться, ну, который используется для общения между сервисами, между машинами, если хотите. Ресурс-Овнер-Пасфорд-Креденшал, это на самом деле очень нерекомендованная штука, она не то, что устаревшая, просто ее не рекомендуют использовать, потому что она менее безопасна, потому что тогда ресурс-Овнер запрашивает через логин-пароль свои собственные, то есть уже токен получает. Его рекомендуется использовать только, когда невозможно использовать авторизейшн-код. Ну, и, наверное, для начала это все. Я бы хотел, чтобы вы озвучили свои вопросы, потому что говорить об этом можно очень долго, и если будут вопросы, тогда, возможно, видео-серия продолжится. На этом все, всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok